Всем привет! Попросили меня показать, как живут наши девчата. Какая вот клетка. Люди хотят купить крысок. И вот спрашивают, в какой клетке у нас живут девчата наши. Клетка у нас для нашей стаи, конечно, чуть маловатая. Вот. Потому что была форс-мажорная ситуация. Нам пришло вместо одной крыски забирать две. Не хотелось разлучать сестричек. Вот одна из них вот выглядывает. Вот она. Вот она, Беллочка. Вот. Клеточка у нас 50 на 80. Высота 80. 50 длина и ширина 30. Ну, как вы видите, у нас много полочек. Тут у нас вот внизу там туалет. Вон туалет стоит. И тут еда вот у них стоит. Вот это еда ихняя. Лестники. Я все всегда надеваю на них старые носочки, чтобы они случайно не поранились. Полочки. Эта клетка была деревянными полками. Но мы, видите, сделали из вагонки. Вот такие. Муж нарезал полочки. И прикрепляются они, так как крыс у нас много, и мы их лечим часто. Инсулиновых шприцов у нас тоже много. Видите, мы их фиксируем инсулиновыми шприцами. Да? Ты что? Позер? Ты позируешь, да? Что мы имеем? У нас имеется два гамака. Один двойной внизу такой большой. Второй такой одинарный у них такой. Они тут лежат и пьют воду. Им так нравится лежа пить воду. Спутник это приданное у нас от Пусечки. А Пуся где-то там запряталась. А вот им Пуся спит. Вот Пуся. Вот она. Вот эта Пусеная морда. Это ее приданное было. Да, Белочка? Что тебе интересно? Скажи, мама что-то рассказывает? Пуся. Пусенька. Пуся. Вот Пуся у нас. Вот у нас такие тыквы. Это первые были у нас. Такие домики для крыс. Это Молебден тут залег. Молебден у нас большая, самая крупная крыска. Где-то уже, наверное, граммов, может, 600 было. Вот. Так что вот она там лежит. Вот эта такая у них тут просто тыквочка маленькая. Это еще хомячие были. Ну, потом маленькие крыски, когда живут. Они сюда прячут только голову. И еду прячут они сюда. Вон там еда валяется. Вот. Два у нас. Две поилочки у нас. Ну, в общем, вот так вот. И ступенечки такие. Это у нас зона выгула практически, как бы, где мы живем. Там вот мы гуляем. Это тряпочка временно. Они у нас живут постоянно открытые. Вот. Поэтому они гуляют, когда хотят. Проснулись, пошли погуляли, побегали. Тут коробочки лежат им. Такие бумажные. А еще Пуся у нас отжала себе место. Вот. Это у меня тут стеллаж с моими фиалочками. Видите? Вот. Это хойки, фиалки тут у меня растут. Ну, на этой полочке они когда-то росли. Потому что вот эта морда рыжая. Залезла и погрызла мне все. Перерыла, поломала мне все. Пришлось освободить, отучить ее ходить сюда. Мы так и не научились. Она решила, что это ее место. Там хорошо гулять и смотреть. Поэтому буду я там шляться. Поэтому вот это их тоже зона выгула практически. Отжали у меня полку. Вот такая вот клеточка. А сверху мы тоже вагоночкой, видите, прикрыли. Чтобы не тряпками. Потому что когда мы прикрывали тряпками эту штуку. Видите? Два куска вот этой вагонки. И соединенные вот уголочками. Когда мы тряпками прикрывали, то вся эта тряпка через день была уже внутри. Все было расхрыстано. Все было это. Лохмотье, грязь, мусор. А сейчас так чистенько и аккуратненько. Вот. Вот такие у нас полочки. Вот так вот мы живем. Ну и биннерами я застилаю, видите, такими пеленками. Покупаю большие пеленки. Их потом разрезаю и застилаю их. Потом каждый день, конечно, я их убираю. Вот. И в домике у нас салфеточки. Они любят салфеточки, бумагу всякую. Это все их нелюбимое дело. Ну вот и биннерами, вот такими штучками мы держим эти салфеточки. Вот в таких условиях живут мои девчата. Вот. Только где-то попряталась одна. Шушин там. Еще там одна вот эта. Ой, где там? Ну там только хвост. Пусин торчит. Шуша там есть. И еще где-то у нас тут пенелопа наша. Фазик наш лысенький. Есть, бегает. Вот. То есть, смотрите, вот такая клетка для девчонок. Подходят высокие клетки. Они любят лазить вверх. Пацаны ленивые. Им надо такие вертик... Горизонтальные клетки. А у нас вертикальная такая клеточка. Вот. Так что вот так вот мы и живем. Все. Если какие-то вопросы пишите, может, что-то я смогу помочь вам ответить. А мы закругляемся. Все. Пока-пока.